Ребята, всем привет! Сегодня мы в Амальфе, прогуляемся по некоторым маленьким городам Амальфитанского побережья. Оставайтесь с нами! Пойдем! Итак, мы наконец-то едем на Амальфитанское побережье, что находится совсем рядом с Неаполем, в том же регионе компания. И это гордость региона. У меня уже есть первое видео, самое первое видео, три года назад. Мы туда ездили с девчонками на автобусе, точнее на электричке до города Солерно, и оттуда на автобусе до Амальфи. А из Амальфи уже мы взяли лодку, небольшой такой кораблик, и до Позитано доехали. Сейчас же мы едем на машине, весь маршрут. Хотим в Амальфе больше всего Равелло, Минори и Майори. Посмотрим, что получится. Поехали скорей! Всем привет! На машине это займет у нас 50 минут. На электричке это где-то полчаса было. Стоит недорого, до Солерно где-то 3 евро. Можно даже купить эту электричку. А дальше автобус. Вот я уже не помню, сколько он стоил, но тоже недорого. Очень даже недорого. Что-то типа 2 евро. Мы едем через верх. Не по низу, не через Солерно. Поэтому у нас тут серпантинчик. Ничего не видно, но, собственно, дорога вот такая вот. На горах сверху еще снег лежит. У нас, напоминаю, февраль. Очень много ресторанов по пути. Всяких агротуризма. Вот и у нас и вид. Видно Везувий. Ну вот он. И вот горы. Снегу. Такой серпантинчик тут. Смотрите, кого мы здесь встретили. Барашков. Да, чао. Мы еще не успели доехать до побережья. Решили пообедать. Не знаю, приехали в какую-то астерию. Надеюсь, она будет открыта. Сейчас посмотрим. Смотрите, в каких горах. Красивых. Внизу у нас минори майори. Вот астерия реали. Надеемся, что она вообще работает. Смотрите, как здесь в этой астерии можно классно посидеть. Видом на горы. Красотища какая здесь в горах. Этот вид. Даже жалко по этой травке здесь. И эта астерия оказалась закрыта на каникулы. На отпуск. Потому что летом здесь огромный наплыв людей. А зимой, естественно, они все отдыхают. Вот наша первая остановка майори. Но мы голодные. Еще так и не можем найти ресторан. Точнее, мы уже нашли. Сейчас пойдем. А вот и сам городок. Погуляем. Прогуляемся попозже. Время обеда. Мы еще не успели нигде погулять. Почему, рассказываю. Потому что мы выехали достаточно рано. В 10 утра. Это сейчас нормально. Туристов мало. Здесь. Но мы решили, что у нас очень грязная машина. И решили ее помыть. Ну и, соответственно, застряли часа на полтора там. Поэтому мы уже очень хотим есть. Поэтому сначала идем есть. Потом гулять. В итоге мы пришли в майори. Вот такой ресторан. Ла Белла. Вроде бы ничего особенного. Но это единственный ресторан, который открыт. В итоге мы выбрали пиццу. Потому что ничего особенного из блюд не нашли. Ну и не захотели переплачивать. Приятного аппетита. Говорю, вот такие пиццы нам принесли. Не очень неаполитанские. Но ничего. Мы голодные. Все съедим. Так мы поели. Так себе, конечно. Честно вам скажу. И сейчас вот мы в Майори. Ой, в Майори. Вот так тут люди отдыхают на пляже. Ветерок есть. Но в целом очень тепленько. Также тут такая ярмарочка сегодня. С продуктами. И с Сицилием. Такие скамеечки. Посидеть красиво. Я думаю, что мы сейчас уже поедем дальше. Чуть-чуть одним глазком посмотрим в Майори. И сразу же в Амальфе. Мне, конечно, Амальфе нравится очень. Такие скамеечки с видом на море. Так мы въезжаем в Майори. Ой, в Миноре. И там красный светофор ждем. Пока машинки проедут. Вот у нас там Майори внизу остался. А мы поехали в Майори. Смотрите, как красота открывается. Вот мы и в Майори. В общем, мы не стали останавливаться в Майори, потому что там была проблема с парковкой. И мы не захотели мучиться. И едем directamente сразу же в Амальфе. И там уже погуляем. Атрани, Амальфе. И вообще-то хотелось бы еще заехать в Равелло. Посмотрим, что получится. Вот мы въехали в Атрани. По направлению к Амальфе едем. Впереди еще Позитана. После Амальфа. Куда мы не хотим ехать. Ну, не знаю, как пойдет. Ну, вот и красотища Амальфе. Ну, вот и красотища Амальфе. Мы доехали до самого конца Амальфи. И там была парковка. Вот так вот уже потом налево поворачиваешь. В итоге парковка сейчас в зимнее время. Мы так и не поняли, сколько стоит. Узнаем по итогу. Но примерно 3 или 2 евро в час. В городе 6 евро. Вот нам открывается такой вид на Амальфе. Мы сейчас пойдем внутрь. Вот знак Амальфи. Амальфи. Смотрите, какая красота. Море красивейшее. Извините, я быстро ввожу телефоном. Хочется уже пойти скорее туда. Ну, остановимся на секунду посмотреть на этот вид. Да. Все, идем скорее туда. Люди гуляют. Февраль, напомню. Мне прохладно, кто-то раздетый. Бывает. Детишки играют вот с таким видом. Красиво. Жалко, солнце скрылось. Так, заходим в городок Амальфи. Погулять, посмотреть церковь красивую. Хотели полежать на пляже, посидеть. Но солнце скрылось. И вот тут же, сразу же за этой портой, за этой дверью и открывается церковь Амальфитанская. Амальфитанская. Красивая. Красивая. Что, не хватает? Потому что... Нет, на фундаволе. Да. Тут, тут, тут. Тут, тут, тут. Тут, тут, тут. Тут. Тут, тут, тут... Тут. не хватает солнцем все красивее вот и сам городок все едят вот этот вот сорбет в лимоне все-таки нам альфе это самое важное лимоны на мальфитанском побережье извините сказать полюбопытствуем что это за сорбеты таки вот смотрите все с лимонами в руках вот они лимончики какие есть еще больше вот она очередь все за этими сорбетом граниту frozen йогурт канал сечеля ну это конечно очень этот сорбет в лимоне стоит 10 евро мы не жадные но как бы так-то сорбета у нас много чтобы в лимоне 10 евро мы в общем не взяли такой вот небольшой городок солнце так и не выходит а здесь вот такая пастичерея она не самое главное хотя мы просто знаем другую сейчас пойдем фисташка шоколад что здесь есть то же самое 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 главное это делиться делимом еще хотела вам показать что зимой все мальфитанской побережье вот это все лимон и все лимончики красивые они все накрыты почему не знаю кто-то говорит чтобы не разрастались кто-то говорит что от солнца не знаю все 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 везде где мы сегодня были все лимоны прикрытых вот солнца не хватает вы конечно все это увидели чуть-чуть в другом ракурсе но красиво все равно плюс сегодня зима все-таки февраль все спит ничего не работает туристов мало но есть и и и конечно все прикрыто все закрыто немножко вся красота убрана пляжи не оборудованы потому что никто не работает зимой естественно а так здесь вообще-то оборудованные пляжи ли дом открытые очень красиво той стороне от рани в той стороне позитана а мы отправляемся в раввелла я там никогда не было очень хочется посмотреть миноре нужно считается обязательным посидеть саль де ризо это кондитерская саль де ризо и тут смотрите что есть наконец-то можно будет съесть какой-нибудь макарон это я сделаю обязательно всякие пироженки конечно здесь все едят делицию де лимоны это обязательно но вы знаете мы тут ее пробовали она была не очень вкусно вот она как не странно вообще мы пришли поесть мороженого как раз таки лимонные лимонный сорбет который там стоит 10 евро сейчас что-нибудь выберем я хочу так для мод вот так здесь красиво замороженные тортики вообще вот это вот едят это кстати целый торт стоит мама миа но я вам честно скажу делиция де лимоны не вкусная здесь ее соренто вот намного вкуснее ну или надо смотреть ну и ничего не остается только пробовать но здесь делиться де лимоны не вкусно хотя на вкус и цвет товарища нет а это кстати карнавальские сладости которые вышло видео у меня вот они кьякере которые мы жарили и вот кастаньолы в итоге я выбрала лимонный крем и йогурт будем пробовать лимоны очень хотела попробовать лимонный крем очень вкусно не кисло только лимонный вкус йогурт с малиной очень вкусно и кисло солнце ушло немножко как будто прохладно потому что я съела огромное мороженое и наконец-то пробуем макарон у меня мало надежд что вкусный но хотя бы крем вызывает доверие если видите крем белый-белый можете просто даже не брать потому что вся суть макарон в креме ну да ладно пробуем но это не вкусно что это вообще миндальная печенюшка очень странно очень сухая крем нормальный но печенюшка к сожалению они пересушили макарон в италии не умеет делать макарон видите белое все сухое а белая сухая должна быть только шапочка а внутри миндальный марципан у нас сейчас полник ла меренда по итальянски и возможно мы все таки поедем в равен а еще взяли такое пирожное бикотта и пера и груша знаете да знаменитый такой итальянский тортик дарю захотел мой муж я уже ничего не хочу мы поднимаемся в равенло наконец-то уже правда закат на закате вот они все лимоны закрыты такая дорога высоко серпантин немного страшного даже мы приехали в равенло тут открываются уже виды вот такие на горе на море отсюда видно уже городок минори где мы только что ели мороженое вот так кажется такой городок маленький в горах просто на самом деле мы там только что ездили нормально вот уже здесь более красивый вид открывается чуть-чуть подальше на тот же минори море и горе только посмотрите на эту красоту конечно днем солнцем видно еще лучше все цвета вот там на солнце зашло а вот здесь вход мы идем в город вот мы и вошли в городок Равелла наконец-то я мечтала просто почему-то побывать конечно я видела всегда больше этот городок у блогеров летом когда здесь жарище какая красота сейчас конечно все тоже очень красиво просто что прохладно не так солнечно но это мы уже приехали поздно сегодня на солнышке было очень жарко и хорошо а вечером еще прохладно градусов 8 но надеемся в этом году какое-то потепление у нас очень быстрое будет потому что уже через неделю будет днем 19 градусов красиво простите я очень быстро иду как всегда называется главная церковь виталий дуома имею ввиду главная церковь города вкусно вкусно пахнет опять лимоны накрытые жалко тут просто все побережье в лимонах и все лимоны накрыты ну ничего скоро они откроют и мы увидим эту красоту вот кричат ну правильно дети видите какая аллея красивая все такое старинное даже видимо античные какие-то здания сохранились и 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 это тоже такие улочки милые видимо там можно позаворачивать и очень красиво погулять я замоталась шарфом не своим я мерзляч какие здесь красивые улицы улочки опять же магазины цветочник сумка подбирки такие магазинчики вот мы нигде не встречали чтобы так узко было прям прям какое-то такое таинственное и банкомат игрушечное все банкомат чего не работает ведь все все в отпуске отдыхают а потом летом здесь такой наплыв туристов что конечно им не справиться даже поэтому и отдыхают сейчас так но все-таки одиночные туристы встречаются такие же как и мы вау красота вилла по 30 тоже что-то старинное не написано арт-галерея опять керамика смотрите видите амальфитанское побережье это лимон вообще всяком регион компании это лимон я имею ввиду и капризки тоже все в лимонных проще да опять же красиво очень красиво город представляю что здесь летом когда солнце тепло все с моря идут море внизу последний взгляд на равену и на этом наша сегодняшняя прогулка подходит концу в городе и и но и Вот еще красивые башни тут, две, я целиком их не засняла, очень красивые, что-то античное, вилла Руффало, очень красиво, приедем еще погулять. Ну что, ребята, спасибо за просмотр, на этом наша прогулка сегодня закончилась, но мы обязательно сюда еще вернемся, когда будет теплее и еще красивее. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, чао-чао и пока-пока.